Творчески и по делу. Что интересного предлагают школьникам и студентам муниципальные учреждения. Итоги реализации молодежной политики в Щелковском районе подвели на встречи в центре «Навигатор». У каждого учреждения своё направление деятельности. Кто-то занимается трудоустройством подростков, кто-то авиамоделизмом. Каждый подросток может найти занятие по душе. Председатель Совета депутатов Щелковского района, секретарь политсовета местного отделения партии «Единой России» Надежда Суровцева вручил руководителям учреждений благодарственные письма главы района. Клуб «Ровесник» в 2017 году временно трудоустроил 680 подростков, в том числе трудных, состоящих на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Регулярно устраивал для ребят конкурсы, спортивные состязания, помогал осваивать азы конструирования, получать навыки работы на любительских станциях радиосвязи. Есть в центре и свой экологический отряд. У меня был экологический отряд. Мы занимались в субботной территории, делали интересные экологические предприятия, участвовали в предприятиях и районах. Молодёжный центр «Гладиоус» – организатор ярких и масштабных праздников в своём поселении Загорянский. С концертной программы «К столетию революции» молодые люди объехали несколько школ района. Центр готовится к перезагрузке, чтобы открыть на своей базе новые классы. Мы пытаемся в настоящее время его так перестроить, так зонировать, чтобы мы могли всех там разместить. И в 2018 году у нас планируется открытие новых кружков. Это из масштабных и значимых. Это проект по созданию поискового отряда. С приходом нового руководителя второй рождения переживает молодёжный спортивно-патриотический центр «Крылья» в Монине. Событием года для «Крыльев» стало проведение на территории музея ВВС патриотического пробега, участниками которого стали более 300 человек. Самое запоминающее стало это всё-таки первый авиационный полумарафон, в котором люди бежали по территории городского поселения Монина. Плюс он проходил через сам музей, в нашем музее военно-воздушных сил, который лежит в городе. Люди пробегали под самим крылом боевого самолёта. Центр «Навигатор» привлекает в свои ряды начинающих художников, волонтёров, журналистов, артистов, режиссёров. Таких умельцев пока 120 человек. В 2017 году в центре появился клуб «Лабиринт». Молодые люди учатся делать первые шаги в оказании помощи детям-сиротам, инвалидам, проводить благотворительные мероприятия. Впереди у «Навигатора» ещё много интересных дел. 2018 год объявлен президентом Владимиром Путиным, годом добровольца и волонтёра. В этом отчёте прозвучало, во-первых, достаточно широкое развитие волонтёрского движения. Это то, как раз о чём говорил наш президент, о том, что волонтёрское движение – то, что не просто поддерживается, а то, что насущно, актуально. Новые подходы в организации познавательного отдыха студентов и школьников вырабатывают руководители центров и комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью районной администрации. Учреждение продолжает сотрудничество с благотворительными организациями и фондами. Сострадание и милосердие, целеустремлённость и преданность делу – эти качества ценились в молодых людях во все времена. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». Михаил Налётов, Игорь Поляков, Тарас.